Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Глава региона с ветеранами Наринмара и общественниками обсудили проект «Стены памяти», который установят в окружной столице в честь земляков, сражавшихся за родину во время Великой Отечественной войны. Дорогу в Хангуре отремонтируют. Депутаты Заполярного района на внеочередной сессии внесли изменения в районный бюджет. На ремонт дороги выделят около 3 миллионов рублей. На 4% в среднем по округу увеличат на следующий год прожиточный минимум в регионе. Для пенсионеров он составит 19 873 рубля. Если размер пенсии меньше, государство доплатит до этой суммы. Еще 10 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в регионе за прошедшие сутки. Такое же количество пациентов выздоровело, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 167 человек. Из них стационарное лечение получают 43 человека, а амбулаторное – 124. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2040 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1930 человек, 10 из них за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 38 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 889 человек, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности – обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Помнить историю – значит чтить память своих предков. Великая Отечественная война не прошла бесследно для каждой российской семьи. Кто-то не вернулся домой с полей сражений, кто-то пропал без вести, а кто-то выжил и умер от полученных ранений уже в мирное время. Более 9 тысяч человек были призваны из Ненецкого округа на фронт. Третья из них на родину уже не вернулась. О том, как решено увековечить в регионе имена героев, расскажет Елизавета Кабанова. Как будет выглядеть стена памяти и чьи имена будут увековечены, обсудили за круглым столом во Дворце культуры Арктика с представителями Окружного совета ветеранов войны и труда. Стоит отметить, что обсуждение реализации данного проекта идет уже достаточно продолжительное время. Уже несколько лет обещали поставить стену памяти и нанести на этой стене памяти фамилии всех тех, кто когда-то здесь жил в нашем округе, когда-то призывался, не вернулся, погиб, сражался на фронтах, а может быть и не на фронтах, но воевал. На встрече предложили два варианта. Антивандальное электронное табло с сенсорным экраном и ряда гранитных плит, обрамляющие всю аллею памяти. После долгого обсуждения было принято решение остановиться на двух вариантах, потому что у каждого есть свое преимущество. Электронная версия, о которой можно было рассказать по имеющимся сведениям об этом человеке, где родился, где проживал, где погиб. Потому что если мы здесь только сделаем абсолютно имя, фамилию и отчество, ну и дату гибели, то это будет мало, недостаточно, потому что однофамильцев, одноименцев у нас будут по многу. На стене памяти планируется выгравировать фамилии погибших на фронтах Великой Отечественной войны или в госпиталях, а также пропавших без вести. А в электронное табло занесут всех участников войны. За список отвечает Андрей Николаев, который известен всем по книге памяти Ненецкого округа в списках значатся. Но есть сложность, с которой столкнулись активисты. На сегодняшний день никто в Ненецком округе не знает, даже сколько солдат ушло на фронт из Ненецкого округа. Военкоманд этого не знает. То есть это настолько тяжелая работа. Для окончательного решения будет собрана специальная рабочая группа, чтобы не просто сделать стену памяти, но и соблюсти историческую справедливость. Чтобы ни один герой не был забыт, а память о ратном подвиге оставалась в сердцах людей. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Решением администрации Ненецкого автономного округа на следующий год устанавливается новый уровень прожиточного минимума. В среднем по региону он увеличится на 4%. Об этом на еженедельном совещании главы региона с руководителями органов власти сообщила глава финансового департамента Татьяна Лагвиненко. Величина прожиточного минимума увеличится на уровень ожидаемой инфляции в 2022 году. В среднем в Ненецком округе этот показатель составит 23 108 рублей. В том числе он делится на несколько выше. Растет прожиточный минимум трудоспособного населения. Он увеличивается на 7,5% и составит 25 188 рублей. Ну и самое главное, конечно, растет прожиточный минимум для пенсионеров. Для пенсионеров прожиточный минимум в 2022 году составит 19 873 рубля. И какой бы ни было социальная пенсия – 10, 15, 18 тысяч. До этого прожиточного минимума мы эту пенсию будем дотягивать. Дополнительные выплаты до прожиточного минимума пенсионерам будут производиться за счет средств регионального и федерального бюджетов. Также величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим жителям. К 30 сентября в Заполярном районе планируют завершить все мероприятия, опережающиеся северного завоза. Все населенные пункты, куда энергоресурсы доставляются по малым рекам, ими обеспечены. По морскому направлению завоз топлива продолжается. Всего в рамках кампании по северному завозу поставки угля в округ выполнены более чем на 86,5% от плана. Дров на 96%, топливных брикетов на 95%, дизельного топлива на 100%, технических масел на 90%. Бензина на 64%, бензина на 60%. Как сообщили в Севержилком сервисе, в Осколково на основании заявок жителей выполнена замена осиновых дров на березовые. В деревне Куя по обращению жителей также доставлен дополнительный объем дров. Аукцион по поставке энергоресурсов населенной пункты округов на ЕГАТСУ 2021 года выиграла коммерческая фирма из Москвы «Вертикаль», с которой был заключен государственный контракт. Стоимость завоза в ходе конкурсных процедур снизилась, экономия составила 40 миллионов рублей. Согласно контракту, обществу «Вертикаль» необходимо поставить в регион около 11,5 тысяч тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн каменного угля, 8 тысяч кубометров дров и почти 313 тонн топливных брикетов. При этом уголь должен быть марки «Д» выработки 2021 года обогащенной. Топливные брикеты должны быть изготовлены из химически необработанной древесины твердых и мягких пород деревьев. Стоимость завоза в целом составила 1 миллиард 280 миллионов рублей. В Совете Заполярного района состоялось заседание внеочередной сессии, на которой депутаты внесли изменения в районный бюджет в связи с большим количеством заявок от глав муниципальных образований на выделение средств, чтобы успеть закончить запланированные работы до конца текущего года. Так, за счет средств Дорожного фонда Заполярного района будет выполнена подсыпка щебнем автомобильной дороги в поселке Хангурей, где этим летом побывала наша съемочная группа и убедилась в необходимости ремонтных работ. На эти цели в районе предусмотрели на 2021-2022 годы 2 миллиона 800 тысяч рублей. История строительства дороги Лежневки в поселке Хангурей началась в 2003 году. Тогда из-за особенностей почвы, таких как Вечная Мерзлота и Болото, было решено уложить центральную дорогу бревнами. Тогда это вполне устроило местных жителей. Этой дороги подсыпкой занимался и колхоз Нарьянаты, и муниципальное образование подсыпкой шлаком. Но специфика почвы такова, что это все уходило в землю, и опять каждый год приходилось этим заниматься. Вот когда построили в 2003 году дорогу Лежневку, вопросы у нас снялись сами по себе. За много лет Лежневка отслужила свое и, само собой, встал вопрос о ремонте поселковой дороги. Сразу после реконструкции жители Хангурея начали жаловаться на неудобства при передвижении, особенно на транспорте. Это бревенчатое покрытие на центральной улице поселка Хангурей было застелено год назад. Понятно, что ходить по нему пешком не самое простое занятие. Впрочем, сделана она была не для людей, а для того, чтобы перевозить грузы. Прежде всего, данная дорога необходима для нормальной работы тяжелой техники, которая завозит в поселок топливо, дрова, стройматериалы, а также вывозит мусор. Осенью 2020 года администрации Заполярного района было принято решение завести в Хангуре щебень и в качестве эксперимента засыпать участок дороги. Ситуация немного улучшилась. Если без подсыпки представляет собой только голое бревно, что не устраивает жителей поселка. Если применить вот этот метод подсыпки в дальнейшем, она наполовину уже сделана, то я думаю, что население будет устраивать эту дорогу, будет население довольна. В этом году администрации Пустозерского сельсовета удалось закупить щебень за счет средств Дорожного фонда Заполярного района. И часть лежневки уже засыпали. Этих средств у нас недостаточно, и поэтому подготовлена смета, будет включена в бюджет 2022 года и будут проведены в дальнейшем работы по подсыпке щебнем. Конечно, мы понимаем, что действительно людям неудобно сейчас по такой дороге кататься. Что касается административного центра муниципального образования, то в селе Оксино этим летом построили временные мостовые и уложили центральную дорогу бетонными плитами. В рамках благоустройства у нас сделаны съемные мостовые до общественной бани, также были отремонтированы мостовые и построены новые мостовые в Оксино. Ремонты были сделаны и в Хангурее. Местные власти готовы и всегда рады благоустраивать села, но, к сожалению, все упирается в недостаточное финансирование сельских проектов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Куда отдать своего ребенка? Вопрос, который беспокоит каждого родителя. Всестороннее развитие помогает не только занять школьника после уроков, но и привить ему любовь к искусству, спорту или науке. Для тех, кто еще не определился, чем занять своего ребенка, есть возможность получить дополнительное образование в Кванториуме. Подробности в следующем сюжете. В Ненецком округе, начиная с этого года, ребенок может получить бесплатное дополнительное образование. На выбор спорт, культура и иные сферы, например, хай-тек. Заняться прогрессивными направлениями можно в детском технопарке на базе Кванториума. Там ребенка научат не только собирать роботов, но и работать с виртуальной реальностью. Конечно, все зависит от того, чем именно захочет заняться школьник. У нас занятия ведутся по всеми направлениям. Вот особенно сейчас направление набираем на хай-тек. Цех – это интересное очень направление, где больше такие прикладные изучаются проекты. Также по другим направлениям промо-дизайн-квантум тоже очень интересный. Запись открыта через навигатор дополнительного образования. r83.navigator.dete. Все занятия у нас абсолютно бесплатные. Записаться в свободные группы можно через портал навигатора дополнительного образования, адрес которого вы видите на своих экранах. Напомню, бесплатное дополнительное образование было бы обновлено в регионе с 1 сентября по распоряжению губернатора Юрия Бездудного. Такую возможность получили более 6 тысяч юных северян. Мы в округе хотели бы, чтобы семьи с детьми, вот эта нагрузка, которая на них ложится финансовая, максимально ее облегчить. Поэтому такое решение принял, и с 1 сентября дополнительное образование в нашем округе будет бесплатным. Дополнительным образованием детей в регионе сегодня занимаются 4 организации. Детская школа искусств, детско-юношеский центр «Лидер», дворец спорта «Норд», спортивная школа труд. Они реализуют дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристическо-краеведческой, технической и естественно-научной направленностей. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В конце августа-начале сентября в поселке Харута наблюдались серьезные перебои с сотовой связью и интернетом, что вызвало жалобы со стороны населения и внесло коррективы в работу муниципальных организаций. Без данных услуг связи уже трудно представить нормальную жизнедеятельность даже в самых отдаленных населенных пунктах Ненецкого автономного округа. Разбор полета по отсутствию связи в Харуте провели в ходе совещания с главой региона. Я представляю, каково им. Они по сути оказались без связи. Почему? Что происходит? Ну, мобильная связь должна быть. Живем в 21 веке. Причины инцидента в Харуте объяснил глава профильного ведомства. Это у нас действительно проблемный участок был последних недель августа и начала сентября. Там была проблема на канале Вэмпилком, точнее на одном из месторождений, грубо говоря, из-за погодных условий, у них там развернула антенна. В связи с сложностями доступа на объект, в общем, тем не менее, на 26 число это исправили. Тем не менее, нам показала ситуация, что тот канал, который мы сейчас предоставляем через Вэмпилком на Харуту, его уже недостаточно. Уже у потребителей больше запросов, там 5 мегабит сейчас. И даже, например, на примере вот этой аварии понятно, что нужен больше. Антон Лебедев добавил, что канал связи в этом направлении уже расширили в два раза и в настоящее время тестируют. Что касается оплаты услуг связи, при ее отсутствии глава профильного ведомства заверил. Будет перерасчет сделан для жителей в связи с тем, что была авария, а все-таки, не важно, кто там Вэмпилком, не Вэмпилком, оператору жителей НКС, он сделал перерасчет. И в продолжение темы. В школе села НЕС в три раза увеличили скорость интернета. Такое поручение дал профильному ведомству глава региона. По итогам рабочей поездки в село на торжественное открытие детского сада. Тогда руководство образовательного учреждения пожаловалось губернатору на низкую скорость доступа в сеть. Как сообщили в Департаменте цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа, в настоящее время канал для школы в НЕСИ расширен и работает в тестовом режиме. Скорость интернета увеличилась в три раза с 5 до 15 мегабит в секунду. Это позволит значительно повысить качество работы в сети для преподавателей и учащихся. Напомним, в июле завершились работы по модернизации магистрального канала связи на направлении НЕС, ВИЖАС, ОМА, СНОПА, Нижняя Пеша. Проведены мероприятия по обслуживанию мачт-связи и замене оборудования. Пропускная способность канала связи увеличена с 50 мегабит в секунду до 200, в результате чего улучшилось качество связи для абонентов НЕСИ, ВИЖАС, ОМА, СНОПА, Нижней Пеши, Верхней Пеши, Белушья, Волоковой, Воланги. А с 1 сентября пропускная способность канала НЕС, ВИЖАС, ОМА, СНОПА, Нижняя Пеша расширена до 300 мегабит в секунду. Новый учебный год – это новое познание для школьников, в том числе и в области краеведения. О заповеднике Ненецке теперь можно узнать в Краеведческом музее Наринмара. О новой экспозиции расскажет Елизавета Кабанова. На территории заповедника Ненецке обитают 27 видов млекопитающих, 145 видов птиц, 42 вида рыб, 1 вид земноводных, около 100 видов пауков и 200 видов насекомых. И о том, как именно изучают сотрудники заповедных обитателей и в чем заключается их работа, можно узнать, посетив новую экспозицию, которая открылась 30 августа в Краеведческом музее. Некоторые считают, что заповедник – это зоопарк, приносит нам различных раненых животных с просьбами спасти их. Другие, кто знает о заповеднике, считают, что сотрудники занимаются не тем, чем должны были. И чтобы вот эти все заблуждения опровергнуть, мы создаем вот такие вот информационные локации. Помощь в создании выставки оказывал Всемирный фонд дикой природы, который помогает в развитии заповедника по четырем направлениям – охрана территории заповедника, развитие инфраструктуры, научно-исследовательская деятельность и развитие эколого-просветительских программ. Именно в рамках последнего направления было принято решение открыть такую выставку. Для жителей, гостей региона вместе с сотрудниками заповедника Ненецкий и коллегами из Брионики мы делали несколько разных экспозиций, которые должны представить перед любым зрителем вот эту уникальную территорию. Сама экспозиция выполнена в брендовых цветах заповедника, где показана ключевая информация, история, факты, карта, на которой показаны виды, обитаемые на территории – все то, что может заинтересовать людей. На выставке даже представлен любимец детей – мультяшный лебеденок Юсь, который был создан, чтобы сложная информация воспринималась легче. Благодаря тому, что музей – это достаточно популярное место среди не только местного населения, но и среди гостей региона, о деятельности заповедника узнает немало посетителей выставки. Мы вынашивали идею о том, как показать охрану, деятельность особо охраняемых территорий, и вот в этом году наша, можно сказать, мечта сбылась, и витрина, посвященная заповеднику Ненецкий, я считаю, что будет просто украшением нашего зала. Планируется, что выставка будет экспонироваться в музее три года, но если она станет популярной среди посетителей, то есть вероятность, что экспозиция может стать и постоянной. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.